Математическая теория паркетов до сих пор появляется решение совершенно удивительных задач. Поговорим о самом таком классическом паркете. Посмотрите, у нас плоскость, наш пол, может быть замыщена правильными шестиугольниками. Видите, Лобелевская премия была получена Геймову Константинову за то, что они предъявили физически, посмотрите, что оказывается существует реальный графен, узлы которого это атомы углерода, а ребра это связи удерживающие атомы в листе графена. Почему это нанотехнология? Именно один лист располагаются атомы соединенные. То есть задача взбивания плоскости на шестиугольнике оказалась иметь глубокий физический смысл. Графен, английское слово видите, графен, двумерная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, обладает уникальными электрофизическими свойствами. В нейму Новоселову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2060 год с формулировкой «За передовые опыты с двумерным материалом, графеном этот материал был предъявлен». А посмотрите, какие мы знаем с вами модификации углерода. Ну, конечно, всем известно, алмаз, графит, когда вы пишете карандашом, фуллерен, карбин, графен, углеродные нанотрубки, мы о них тоже поговорим, Лонсдилл и другие. Наиболее многочисленные молекулярные структуры это фуллеренов и нанотрубок. Вот теперь мы переходим к фуллерену. Посмотрите, пожалуйста, слева. Это как раз фуллерен C60, за открытие которого была присуждена Нобелевская премия. А справа то, что я вам говорил, усеченный косарь, который вошел в эту легенду в 13 этих архимедовых тел. Атомы углерода, испарившиеся с разогретой поверхности графита, соединяясь друг с другом, могут образовывать молекулы, представляющие собой выпуклые многограники. В этих молекулах атомы углерода расположены вершины правильных шестей и пятиугольников. Эти молекулярные соединения углерода названы фуллеренами по имени американского инженера, дизайнера, архитектора Багминстера Фуллера, применявшего для постройки пополов зданий пяти-шестиугольники. Посмотрите, пожалуйста, если вы зайдете в интернет и запросите «Пагминстер Фуллер», вы найдете много совершенно замечательных конструкций. Эти конструкции появились не из квантовой физики, из квантовой химии, они появились инженерно. Вот представьте себе, что вам поставили такую задачу построить павильон, у которого объем был совершенно максимальный. Но тепло, которое уходит из стенок, уходило минимально. То есть поверхность была минимальной. Это чисто математическая задача. И вот Фуллер предложил такие конструкции. Когда я был совсем даже чуть-чуть постарше вас, это было в 60-х годах прошлого века, в Москве открылась выставка достижений американской науки и техники в СССР. Вот это самое здание, павильон, в котором демонстрировались достижения американцев, имеется в виду Соединенных Штатов Америки. Это как раз было то самое здание, которое было сконструировано Фуллером. А вот здесь, посмотрите, без схемы Фуллера, это павильон США уже на Экспо-67 в Монреале в Канаде. То есть, посмотрите, насколько важна связь между идеями математика, Архимед, усеченный Икасаев. Идея построения вот такого павильона, в чем была идея? Чтобы опоры, колонны были только по краям, а не внутри. В этом была идея. Потому что, конечно, вы можете построить, но если вам придется в центре ставить много колонн, то, конечно, это будет не так функционально. Оказывается, можно за счет геометрии добиться устойчивости вот этого сооружения. Номировка, за которую дали Нобелевскую премию, была очень простая. За открытие Фуллера. Тем не менее, в Нобелевской лекции Керна говорится, несколько ученых, далеко отстоящих друг от друга в частях света, предвидели возможность существования класса каркасных соединений углерода. Известно теперь, как Фуллера, в частности, Тя-60. Наиболее ранняя ссылка в этой области относится к 66-му году. И там есть замечательные фамилии наших российских ученых. То есть, предвидеть можно было. Но вот предъявить, чтобы все это увидели, это удалось вот этой троице, Керну, Кроте и Смоле. И за это им было. Смотрите, они предъявили в 85-м году. Нобелевская премия была довольно быстро присуждена. Если посмотрите список Нобелевских лекций, то расстояние от открытия до вручения бывает очень большим. Здесь за 10 лет оценили эту важность. Астрономы обнаружили заранее предсказанные характерные спектральные линии фуллеренов в космосе, в атмосферах углеродных звезд. Затем и на Земле удалось их получить в пламени электрической дуги. Это отдельно, это можно совершенно отдельно. Долгое время фуллерены получали только в лабораториях научных центров. Сейчас, если зайдете в интернет и спросите, где купить фуллерены, и вам предъявят цены. Раньше это были очень, сейчас уже цены все, как говорится, уже вполне стали разумными. И можно понять, что это нашло применение повторения не только в физике, но и совсем-совсем вот таких, как в медицине и фармакологии. Но были открыты и были разработаны способы их получения. Так вот, в 92-м году стало известно, что в фуллерене содержится водорастворимая часть и шунгитов. И опять интересная история. Вот давайте посмотрим. В 1877 году профессор геологии Петербургского университета иностранцев определил новый крайний член в ряду природных некристаллических углеродов, которые не являлись каменным углем. Он дал этой породе имя шунгит по названию зоонежского села Шунга, где она была впервые обнаружена. Вот вам, пожалуйста, образец. Так вот, оказывается, эта порода присутствует в качестве примесей в шунгитов, в сланцах, в доломитах, в спринозах, по всему нашему зоонежью и так далее. Но когда это открытие было сделано, через некое время вот такой же минерал нашли и в Индии, и в Канаде. И, конечно, они по-другому называются. Но у нас принято название шунгиты, потому что, повторяю, найдено как раз недалеко от села Шунга. Теперь, чтобы дальше нам продвинуться в понимании, почему фуллерены обладают совершенно уникальными свойствами, мне надо ввести несколько простых математических понятий. Посмотрите, трехмерный многогранник называется простым, если каждая его вершина простая, то есть в ней сходятся ровно три ребра. Если вы знаете систему координат трехмерных пространств, вы поймете, локально это как система координат. Есть точка отсчета, есть. Так вот, если вы можете взять его куплое тело, и в каждой его вершине ребра образуя систему координат, вот это будет простое. Так вот, посмотрите, из пяти платоновых тел три простых, а из тринадцати архимедовых тел семь простых. И так уж мало. И вот оказалась, вот та самая формула Эйлера, которая всех потрясла, помните? Ф0 минус Ф1 плюс Ф2 равняется 2. Эту формулу можно принципиально усилить, если применять ее не к любому выпуклому многограннику, а к простому. Это вообще один из принципов математики. Если открыт какой-то закон для широкого класса, подумайте, а какие есть подклассы, для которых этот закон отменить нельзя, но можно усилить. И вот посмотрите, оказывается, что если у вас многогранник простой, то вы можете ввести дополнительные характеристики. Помните у Эйлера число вершин, ребер и грани. Значит, многогранник. Вы можете взять другие числовые характеристики. Подсчитайте, сколько там треугольников. Это будет П3. Сколько четырехугольников? П4. Сколько пятиугольников? П5. Ну и так далее. Это так называется П-вектор выпуклого многогранника. У каждого выпуклого многогранника есть такой. Но если этот многогранник простой, то этот вектор, посмотрите, каким соотношением замечательно связан. Это формула кресла физиков. Они синтезировали Фуллеренк и увидели, что у него грани только пятиугольники и шестиугольники. Подставьте сюда П3.0, П4.0, ПК, где К больше на 7.0. Что остается? П5 равно 12. Как бы вы ни строили Фуллерен, пятиугольников всегда будет 12. Вот когда возникают такие жесткие соотношения, вы знаете, это дорого стоит. Не существует простого многогранника только с одной шестиугольной гранью. Это тоже задача. Мы тоже ее даем. Итак, посмотрите. Если у вас выпуклый многогранник, у которого только пяти и шестиугольные грани, то эта замечательная формула вам говорит, не надо пересчитывать. Пятиугольников ровно 12. Вопрос. А сколько шестиугольников? Опять-таки, эту задачу мы даем. Показать, что одного шестиугольника быть не нужно. Скоро мы с вами увидим выпуклое тело, у которого два шестиугольника. Если зайдете в магазин, вы там часто будете видеть, что это за фигура. Она хорошо используется. Возникла задача. Как построить функцию? Кто-то мне говорит. 25. А я спрашиваю. Сколько существует комбинаторно-эквивалентных пулеренов, у которых 25 шестиугольников? В явном виде эта функция до сих пор неизвестна. Сейчас потом будем говорить про ее симптотику. Но недавно один наш молодой студент, сейчас он аспирант, получил совершенно замечательную информацию об этой функции. И так далее. Вот задача, которая тоже вас ждет. Потому что... Сейчас мы к этому подойдем. Единственное, что я вам хочу сказать, вот дальше идут простые формулы. Если вы знаете п-вектор, то вы найдете число вершин, ребер и граней вот по таким простым соотношениям. Как говорится, мир здесь зажат. Но тем не менее, обращающего не... Посмотрите, какая замечательная формула. Эта формула осталась бы одной из математических формул, которой у математики тысячи. Но вот некоторые формулы становятся фундаментальными. В частности, потому что существуют фундаментальными. Из этой формулы, повторяю, вытекает, что у каждого фундамента ровно 12 пятиугольников. А вот еще красивая задачка. Помните, там была картинка? Плоскость разбита на шестиугольнике. Вот, оказывается, можно свернуть баранку и получить торг, полностью разбитый на шестиугольнике. Это тоже имеет фундаментальное значение в самых современных областях математики. Что? Вот такое разбиение существует. Мы немножко потом об этом поговорим. Когда вы видите некоторую картинку, реализацию, вы спросите, а это что? Я могу здесь поставить, скажем, пятиугольники. Вот мы с вами потом поговорим. Плоскость разбивается на шестиугольники. А вы спросили бы меня, Виктор Матвеевич, а если я захочу разбить на пятиугольники? Вот на квадраты вы знаете, это как паркет квадратный в семье делит. Причем, правда? Можно брать треугольный, шестиугольный. А вот пятиугольный можно? Вот подумайте. А семиугольный? Конечно же, задача должна быть поставлена правильно. Не просто сделать паркет, а так называемый простой паркет, чтобы в каждой вершине сходилось три ребра. Потому что если вы будете разрешать, чтобы там сходило сколько угодно ребер, это не задача. Но и такой паркет не будет красивым. Возникла та же самая задача. Помните, я вам говорил про Штеймельца? Когда он в размерности 3 дал ответ, какие бывают f-вектора. Такой же вопрос, естественно, возник относительно p-вектора. Дано число треугольников, четырехугольников, пятиугольников и так далее. А как решить обратную задачу? Для такого вектора можно построить выпуклый многогранник, либо нет. Вот, посмотрите, Эвергард, XIX век. Для любого набора целых чисел ПК, где К, естественно, ПК даже быть неотрицательным, у каждого К идет от трех и недавно шести неотрицательных целых чисел, утверяющих вот тому фундаментальному соотношению, которого для нас основное, между числами ПК существует число П6 и простой трехмерный многогранник П3, так что все реализуется. То есть решается обратная задача, но остается очень важный параметр. Терема Эвергарда не может поймать число шестиугольников. И это опять вызов для вас, потому что здесь, как вы видите, совершенно замечательные результаты, когда можно предсказать, какое число будет шестиугольников. Терема Эвергарда, вот Битлер говорится, мы не можем предсказать, чему равняется П6. Но если выполняется вот то фундаментальное соотношение, то мы можем найти такой выпуклый многогранник, может быть, за счет того, что придется много-много-много вклеивать шестиугольников. Есть замечательные математические операции, которые позволяют, как говорят, преобразовывать П-вектор. Вот у вас есть многогранник с такими подчислами, после операции у нас получается многогранник с другими числами, и при этом получается вот такое условие на самое главное число П-шесть. Об этом, может, мы пропустим. Дальше. Итак, мы, наконец, подошли совсем вплоть. У нас хватает теперь математических знаний, чтобы поговорить о фундерене. Математическим фундереном называется простой трехмерный многогранник, у которого все двумерные грани являются пятиугольниками или шестиугольниками. Вы понимаете? Когда вот сейчас мы с моим учеником Герриховцом заканчиваем монографию на эту тему, мы проследили исторический вопрос. А когда вообще возникало такое понятие? Оказывается, и в 30-х годах такие вопросы возникали. И в 50-х годах вообще существуют ли многогранники с такими свойствами? Но это был такой узкий математический вопрос. Конечно, интересно специалистам, скажем, по кристаллографии. Но математики особо на это не реагировали. А вот теперь возникла, повторяю, математическая теория фундеренов. Как я вам уже сказал, у любого фундерена число пятиугольников 12, а после этого число вершин. Число ребер и число граней задаются простыми формулами, как функция P6. И вот вопрос. А какие значения P6 может принимать? Вот вам, пожалуйста, дальше будет картинка. Ну вот додекаэдер, мы с вами видели. Додекаэдер это... Вот он, видите? Платонного тела. Почему он здесь изображен? Это правильный многогранник, у которого все грани пятиугольные. Там нет шестиугольников. Но все равно, с точки зрения математики, его надо прочитать в фундеренов. Там, помните, 5 и 6. Ну хорошо, P6 равно нулю. Но он есть. Дальше я вам уже сказал, что не существует фундерена, у которого одна шестиугольная грани. А оказывается, вот вам пример, замечательный пример. Это то, что называется бочка, ну или по-английски баралл. Это коробка конфет. Вот у вас шестиугольник, это крышка. Шестиугольник, это дно. Вокруг идут два пояса пятиугольников. Раз шестиугольник, то вокруг будет шесть пятиугольников. И у этой шесть пятиугольников они склеятся. То есть, оказывается, коробка конфет дает нам пример замечательного, замечательного фундерена, у которого первое нетривиальное число шестиугольных грани два. А вот я вам перечислял лауреатов Нобелевской премии. Один из них Кротов. И он предложил замечательную операцию, которая здесь нарисована. Представьте, что у вас есть фулерен, вы находите у него шестиугольник. Такое, что у противоположных ребер примыкаются два пятиугольника. Тогда он говорит, а вот давайте вот возьмем и сломаем вот эти прямые, сломаем два ребра. Посмотрите, что получилось. Операция локальная. Мы грани вне не трогаем, но вместо цепочки пятиугольник, шестиугольник, пятиугольник, получилось, внимание, шестиугольник, посмотрите, шестиугольник и два примыкающих пятиугольника. То есть, после этого получился замечательный результат. Если возьмете бочку, то вы там такой фрагмент найдете, а потом несложно показать, что это операция каждый раз. Сделали операцию ЛД Крота, получили уже три шестиугольника. Опять нашли такой фрагмент четыре. И так было доказано, что любое число П6 реализуется. Несложно написать такой алгоритм, в нашем учебнике он просто рисуется, каждый из вас тоже может постараться. Что надо сделать? Надо увидеть, что, во-первых, у бочки, очевидно, существует такой фрагмент, а потом показать, что вот можно так каждый раз выбирать, каждый раз будет, для чего, как можно увеличить число шестиугольников? Только применить операцию ЛД Крота, что и сделал вот эти авторы ЛД Крота, и они показали, что, оказывается, число П6, запрет был только один, П6 равно единице. Смотрите, после этого любое число реализуется. И вот возникла совершенно удивительная новая задача. Посмотрите, ведем функцию f от П6. Вы говорите число П6, а функция говорит вам ее значение функции в П6. Это число комбинаторных типов хулеринов. И оказывается, что скорость роста – это П6 в девятый. Более того, Бринкман и Дресс в 1997 году предъявили эффективный алгоритм, как вычислять значение этой функции. Не форму, а именно шаг за шагом. Сейчас, если вы зайдете в интернет и запросите Фуниленхаус, вот раньше мы могли найти список простых чисел, а сейчас вы там найдете список значений в П6. Посмотрите, вот здесь написано. Видите как? Когда П6,0 – это ДДК, когда П6,1 – ничего быть не может. Потом, когда у вас 2 – это бочка, только одна такая, 3 – бочка. А потом начинает расти. Посмотрите, с какой скоростью. Когда у вас уже 75, вот таких комбинаторных типов – 46 миллионов. Как вы понимаете, если я вам напишу уже 100, сейчас в интернете вы можете найти достаточно уже продвинутое число П6, где-то до 200. Но какое резюме? Платоновых тел – 5, Архимедов – 13. И в принципе, если вот они реально встречаются, мыть, физических, биологических, химических. Кстати, очень много вирусов имеет форму Фунилена, бактерий. То есть, понимаете, когда было произведено это открытие, оказалось, что Фунилен – это очень важное тело, которое, а, существует, Б – достойно изучения, а результаты имеют фундаментальные приложения. Так вот, я хочу сказать, если бы из условия, что существует многогранник, у которого грани пятиугольные и шестиугольные, что их просто конечно, ну, в конце концов, затабулировали, ну, и каждый специалист, как говорится, знает свое число П6, его бы изучал. Это же невозможно. Вот для чего нужна математика. Вот только математики могут изучать свойства этой функции, это уже не просто бесконечное число, их поштучно не пересчитаешь. Это быстро растущие. И оказывается, эта функция обладает совершенно замечательными свойствами. И это тоже, повторяю, вызов для современного поколения математиков изучить свойства этой функции. Оказалось, что эта функция связана с самыми фундаментальными математическими результатами. Может быть, вы нас слышали про числа Эйнштейна, гиперболическую геометрию. Все потребуется знать для того, чтобы понять свойства этой функции. Как мы пошли по пути описания кабинаторных типов фундеренов. Ну вот, как ювелир получает бриллиант. Он тоже берет заготовку и начинает ее обрезать. Причем, при этом, он пользуется эстетическими свойствами, чтобы, в результате, получился у вас, говорят, бриллиант. Так вот, и математики так поступают. Они предлагают операции, которые позволяют нам получать математические фундерены из тех, которых существует. И вот, как вы видели, операция эндокрота, она позволяет из фундерена получать фундерен с большим числом П6. И оказывается, что это чисто математический результат. Если вы хотите, прям, как говорят, производя огранку фундерена, на каждом шаге иметь стоков фундерен, то вам потребуется, как говорится, счетное число инструментов. Каждый раз у вас возникает необходимость в определенной операции. И до этих операций будет счетное число. Тем не менее, вот сейчас я вам сформулирую наш результат. Вы поймете, что этот результат совсем недавний. А именно, смотрите, фрагмент С. Он изображен слева. Теперь что мы можем сделать? Мы можем добавить к нему пояса из шестиугольников. Вот смотрите, один пояс, второй пояс. А потом мы снова приклеим. Вот это замечательное наблюдение. Если вы нашли вот такой фрагмент, вы можете его вырезать, потом окружить его шестиугольниками, и опять шестиугольниками. И оказывается, опять можно вклеить. В результате у вас получается то, что мы называем класс фуллеренов D5K. D5K. Сколько вы вклеили? Так вот, определение. Фуллерен принадлежит... Значит, фуллерен, выплатный многогранник, составленный из пяти шестиугольников, мы говорим, принадлежит семейству D5K, если он содержит вот такой фрагмент C. Я вам говорил про ювелиров. Казалось бы, где математика, где ювелир. Так вот, тот же самый Ибергард в 1991 году, в 1891 году, показал. Многогранник P является простым. Помните, в каждой вершине сходятся три ребра. Тогда и только тогда, когда он получается из тетраэдра, тетраэдра, платонного сцена, операциями срезки вершины, срезали вершину, получили треугольник. Срезками ребра, срезали ребро, получили квадрат. Или пары смежных ребер, вот у вас, смотрите, вот зеленые, раз, два, два смежных ребра. Если вы их срежете, получите пятиугольник. Так вот, этот замечательный результат Ибергарда. Любой простой многогранник можно получить из одного только, имея вот такой простой инструмент. Срезраешь вершину, срезраешь ребро, и срезаешь два соседних ребра. Все. Вот это есть математический результат, понимаете, когда громаднейшее семейство простых многогранников получает вот такое описание. Дальше. А вот наша теорема, которую я получил со своим учеником, сейчас это известный ученый, Николай Генриховцов. Любой фуллерен, заметим, любой фуллерен, кроме додекайдера, он уже, как и Платонов тело, самодостаточное, и 5.0 нанотрубок, про который мы с вами говорили, получается из бочки, той самой бочки, о которой я вам говорил в магазине, операциями срезки пары смежных ребер у шести или семиугольника. Так что промежуточные многогранники являются фуллеренами или простыми многогранниками с пятью, шестью и одной семиугольной гранией, смежной с пятиугольником. А вот вам, как выглядит бочка. Вы сразу понимаете, коробка конфет. Оказывается, если вот у вас есть такая коробка конфет, и вы будете использовать наши операции, то вы шаг за шагом получите любой фуллерен, несмотря на то, что их, как я говорил, очень много. В чем здесь был математический прорыв? Поняли, что если ты хочешь получить любой фуллерен, на промежуточных шагах надо допустить существование каугольника, где ка больше шести. А уже математически доказали, что достаточно, чтобы было ка равно синий. Этот наш результат опубликован в журнале «Сструктурная химия», где мы специально адресовали это специалистам по химии. И мы приводим ссылку на физический эксперимент. Физики в эксперименте тоже увидели, что когда из большого фуллерена при делении связи возникает меньшее, по дороге возникают синий угольники. Но, повторяю, мы это открыли чисто математически, потому что наша работа называлась так. Достаточно всего 7 инструментов, чтобы получить любой фуллерен из бочки. Посмотрите, 2017 год. А теперь возникает следующий вопрос. Так называемые IPR-ы. Если вы внимательно посмотрите на Бакминстер-фуллерен, то вы увидите, что это не только выпуклый многогранник, у которого 5- и 6-угольные граммы. Вы увидите, что каждый пятиугольник окружен шестиугольником. Естественно, шестиугольник. И физическая гипотеза, которая на квантовой физике основана, что это обеспечивает как раз Бакминстер-фуллерену наибольшую устойчивость. Сейчас я вам такой вопрос задам. Вы помните функцию Fp6? Так вот, Бакминстер-фуллерен, когда Fp6 равняется 20, небольшое число. Правда? А вы знаете, чему равняется значение? Тысяча восемьсот двенадцать. Представляете? Сколько было вариантов. Но только один из них только один из них один является IPR-ом. IPR-ом называются такие фуллерены, у которых повторяю, все пятиугольники разделены. И вот как раз за эту удивительность, что из 1812 был реализован как раз Бакминстер-фуллерен, и он оказался наиболее долго живущим. Вот сейчас в Сколтехе пишет диссертацию немецкий аспирант, он у меня написал магистрскую в МГУ, где он изучает все 1812. Какими замечательными свойствами 1812 для современного компьютера, как вы понимаете, небольшая проблема. Это не там 125 миллионов. А тем не менее, это очень интересно. Это очень интересно. взять все 1812 исследовать их математические свойства, а после этого разбить на класс по близости этих свойств. И когда мы это сделали и предъявили физикам, мы были очень приятно удивлены, что эта кластеризация очень хорошо была согласована с физическими расчетами устойчивости фуллеренов. То есть математика опять показывает, что структура, геометрическая структура фуллеренов во многом определяет их физические свойства. Ну, конечно, 1812. Посмотрите здесь. Когда у вас будет 97 шестиугольников, то вот таких IPR-ов уже будет 36 миллионов. Опять-таки, нужна математическая теория, которая позволит предсказать их свойства. Как вы догадываетесь, это не игрушки, потому что, если вы захотите создать большой фуллерен с большим числом шестиугольников, то вам придется искать среди громадного количества претендентов тот, который обладает наибольшей устойчивостью и другими физическими и химическими свойствами. Замечательная конструкция, которую я вам показал, эндокроты, не может дать IPR-ов. Она нам дает увеличение шестиугольников. Но за счет того, что слипаются пятиугольники. Понимаете? Слипаются пятиугольники. И поэтому эта конструкция не дает. Тем не менее, в математической физике, в теории кристаллографии уже были известны операции, которые позволяют получать IPR-ы. И, например, такие знаменитые, если вы зайдете в учебники кристаллографии, вы там можете спросить о гагранике Голдберга, который где-то в 30-х годах он их разрабатывал, исходя из математических соображений. И вот они оказывались опять-таки чисто из математических соображений, они оказывались IPR-ами.